Всех приветствую! В сегодняшнем выпуске у нас будут старые электронные платы, в которых содержатся самые дорогие драгоценные металлы. Как видите, кто-то выкинул по незнанию, так что для тех, кто не знает, где они находятся, в каких радиодеталях, в этом выпуске я вам покажу. Ну и покажу, что мне попалось с этих платок, что на них у нас есть из самых дорогих радиодеталей. Так что погнали смотреть, что у нас тут есть и какие драгоценные металлы присутствуют на этих платках. Видим, не все знают, так что для тех, кто не знал, будет очень полезна эта информация. Смотрим до конца. Так что, кому полезно и интересно будет, поддержим это видео лайком. Также подписываемся на мой канал. Ну и погнали обозревать, что у нас тут есть с драгоценных металлов. Первая такая платка. Сейчас поближе. Тут ничего такого интересного как бы нету. Видим транзистор скрытый. Или он так был уже. Не важно, вот в этих ничего нету. Ну а вот в этих, как вы видите, это у нас золото. Они у нас идут позолоченные и они приемные. Их принимают вот такие вот транзисторы старые, видим явные, железные. Их надо выпаивать. П308. Вполне неплохо. Два штуки. Есть такие вот 315. О, они тоже приемные. Видим, 1981 год с позолоткой. Такие 315 транзисторы трубчатые есть. Тоже приемные. Неплохая платка, я вам скажу. Видим. Все-таки все выкидывает еще по незнанию или не по надобности. Как бы кому может и не надо. Но на этом можно и неплохо позаработать. Для тех, кто не знал. Так. Кто давно на меня подписан, уже все практически знает. Ну, бывают такие ништяки попадаются, что и еще не встречали. Так. Что у нас? Вот такая вот платка. Видим, на ней транзисторы. Но они отличаются чуть по цене. Видим, у этих такая вот, как тарелка, можно сказать. А тут плоская у них. Сейчас поближе. Плоская. Видим, низ плоский. Три вывода. Транзистор. Это у нас транзистор. Сейчас маркировочку покажу. КТ-630Б. У нас их тут аж 3 штуки. Вполне неплохо. Советские. Все четко. Вот эти у нас микросхемки с позолотой, как видим, скрытая есть. Так. Это у нас 1986 года. Микросхемка идет. КР-512 ПС-10. Как видим, очень хорошая позолотая внутри. Вполне неплохая. Вот такая вот платка у нас. Диод тут еще есть. Такие вот диоды. Вот они. Вот это у нас транзистор керамический. Тоже с посеребрением. Тоже приемный. Не помню точно цену. Но он приемный. Это тоже радует. Вот такая вот платка. Переходим к следующей платке. Вот такая вот от старой-старой рации. То есть, скорее всего, лен какой-то модели. Кто узнал, с какой именно модели, можете написать. Да, и кому что попадается, пишите. Как видите, вбрасывают все-таки. Какого-то за кормак еще валяется. Так что можно еще найти такие платки. И это неплохо. Видим тут диодик маленький. Но позолотки я внутри не вижу. И сразу на взгляд видов, как мы видим, корпус у нас прозрачный. Видим, такие транзисторы есть. Этот у нас без позолоты снизу. Белый. Это у нас импорт. И они намного-намного дешевле, чем вот эти. Так что не путайте маркировки. Это у нас с FD, они намного дороже. Эти уже будут дешевле. Скупщики будут давать намного меньше, конечно. А, видим, вот микросхемка. Видим, то есть транзистор или микросхемка. То есть точно непонятно. Надо смотреть. Сейчас, сейчас. Да, транзистор. Видим Tesla. Но он белый. Ну, если вскрыть, может быть желтый будет внутри. Но он копеечный. Копеечный. Так, видим такой транзистор. Он тоже с позолотой маленький. Видим металл. Давайте посмотрим, может он с FD. Нет, тоже импорт, как видим. Но, что классно, есть KM. Зелененькие две штучки. Вполне неплохо. Я считаю, на такой платке две, как бы, потихонечку. И две черные KM. Если их полностью очистить от корпуса, будут у нас бескорпусные KM. Как повторюсь, KM в вполне неплохой цене. Сейчас особенно зеленые. Может, даже еще и цена поднимется. Посмотрим, как бы. Будем следить за ценой. Так, переходим дальше. А вот дальше, вот такая вот платка. Это с маяка. Видим убитая платка полностью. Ну, самый шик на ней присутствует. И заслуживает лайка от вас. Кто еще не нажал, нажмите. Буду видеть, кому неинтересна эта информация. Этим вы показываете, что вам интересно смотреть мои выпуски. Так что, нажмите пальчик вверх. Также не забываем подписываться, кто еще не подписан и впервые смотрит. Видим KM. Это очень дорогие KM конденсаторы. Самая дорогая группа из зеленых. Почему? Вот их группа. Сейчас это тут краска уже слезла. Но это у нас 5W. 5W. Они всегда тут 5W стоят. Это у нас 5W. Ну, давайте взвесим, сколько у нас их тут будет. Все-таки это неплохо. Так, сейчас мы отсюда их снимем. Так, включаем. По нолям. Срезаем. Первый пошел. 0,34. Второй пошел. 0,75. Вот самый крупный. Самый крупный мы срезаем. Должно вполне неплохо быть. Ну, в грамме. В грамме 4, грубо. Тут у нас еще остаются флажки. Это так в копилку будем собирать. Все равно они дешевые. Но зато приемные. Вполне неплохо. Самая дорогая группа 5W. Так что их стороночку. Переходим к следующей платке. Огромная такая платка. Ну, у нее самое интересное тут это моторчики. В предыдущем я разбирал магнитофон. Там были импортные моторчики. Ну, а тут уже савдеповский моторчик. Как мы видим, смотрите внимательно. Как он должен выглядеть. У него идет крышка пластиковая. Она бывает то ли синенькая, белая. И еще может быть салатовая. Как видим, тут она такой. Какой пластик походу был с того и лили. Сейчас мы скроем этот моторчик. И тут должна быть зеленая КМ. Зеленый керамический конденсатор. Который содержит в себе платину и палладий. Да, и вот из-за чего их и принимают. Потому что в них содержатся драгоценные металлы. Запомните его строение. На нем ничего не написано. Чисто по периметру вокруг, как видим, 3 винтика. В крышке. И все. Ну, внутри должна быть КМ. Я не могу сказать, может быть и флажок. Но мне кажется, один раз попадалось только флажок. Сколько я их разобрал. Очень много. Было всегда КМ. Ну, давайте вместе с вами и посмотрим. Довольно интересно. Опа. И тут КМ. И это не может радовать. Потому что тут у нас КМ. Это очень хорошо. Так, переходим дальше. Что у нас по плате? Идем по проводам. Переходим к платке управления моторчиком. Видим, тут был транзистор. Слетел куда-то. Но тут у нас есть микросхемка. Такая вот КР-198 НТ-9. Надо будет проверять ее на наличие позолоты. Если есть, то она будет приемная. Так. Такие вот принимают. Так. Вот у нас такая вот маленькая плата. Я не знаю, какой это был магнитофончик старый. Я не могу сказать, какой. От него, как видим, платы есть. И все. Может кто-то узнает. Пишите. Сейчас с этой стороны покажу. Ну, мне что-то, что-то Ригу напоминает. Какую-то я такую уже разбирал полностью в дерибан. Так. Что мы наблюдаем тут с приемных? Транзисторы с позолотой, с золотом, таким драгоценным металлом. Флажки, трубочки. Это с посеребрением. С серебром идут. Вот еще, вот еще полубочонки эти. Вот. Вот микросхема. Видим, с явной позолотой. Ее просто срезаем или выпаиваем. 157. Часто что-то мне попадается. Но это хорошо, что они вообще попадаются. Видим флажок. Ну и все такое. Вот все, что с приемных есть. Ну и переходим на самую огромную плату. Так. Что у нас тут? А вот такая вот плата. Как видим, с этой стороны у нас тут регулировки. Для чего идет подмагничивание. Там еще что-то. Линейный выход. Выход-вход. Выход-выход. Ну вот такая вот тут для мастеров, кто делал. Ну, на данный момент она уже в ремонте не нуждается. Ей уже и так все уже. Да. Что мы смотрим? Транзистор с позолотой. Это по-любому. Видим вот такие вот транзисторы с золотом, драгоценным металлом. Вот два в металле. По четыре вывода. Вполне неплохо. Они намного дороже, чем на три вывода. Их надо выпаивать. А вот такие в пластике, как мы видим, срезаем по корпусу. И все. Видим, маленькие есть. Так, что мы видим? Микросхемка. Давайте посмотрим сразу по бокам. У нас трубчатые конденсаторы с посеребрением. 157. Так, 315. Тут уже точно не приемный. Это, наверное, 90-й год. Под этим радиатором, как мы видим, лежит транзистор. Это очень хорошо. Так, тут у нас трубчатые с посеребрением зелено-красные. Ой, зелено-серые. Ну, так бывает. Да, кто еще не подписан, подписываемся на канал. Повторюсь, вот приемный конденсатор. Это у нас с посеребрением. Они дешевые, но приемные. Ну, они намного дороже, чем флажок. Они в одну цену вместе с трубочками. Насколько я помню, эти керамические конденсаторы с посеребрением. Так что вот такая вот была платка. Ставим лайки, кто еще не успел поддержать это видео. Вполне неплохой вот такой вот получился выпуск. Такие вот платки мне попались. Это очень хорошо. Вам показал и сам посмотрел. Так что всем пока и до следующего выпуска.